всем привет с вами команда карп today сегодня мы хотим вам рассказать о карповых матах от компании fox всего существует два варианта есть вариант xl большой мат и стандарт и точно такие же варианты но новой трендовой раскраски кама сложенном варианте большой мат имеет характеристики 66 60 и 13 сантиметров ну а данные для мата стандарт 52 56 13 сантиметров что хочется еще сказать что этими матами пользуемся мы сами они очень нам нравятся и мы сейчас расскажем почему оставляем маленький мат и сейчас мы посмотрим на него более детально отличительная особенность этого мата в том что он очень компактный вы сами видите что сложенном виде он занимает очень мало места но когда мы его разложим вы увидите что этот мат очень внушительных размеров обратите внимание какая у него небольшая толщина всего 13 сантиметров сам мат поставляется в быстросохнущем капроновом чехле есть ручка на липучке который очень удобно для переноски давайте попробуем разобрать его посмотреть как это происходит очень хорошая липучка здесь две молнии у нас их расстегиваем и достаем наш мат из чехла вот такую конструкцию он у себя представляет сложенном виде в комплекте у нас есть дно и каркас который вмещается вот в такой удобный кармашек еще одно преимущество этого мата то что он очень быстро собирается вы можете сейчас поставить секундомер и убедиться в этом сами мат собран ну что ж как мы видим этот мат очень внушительных размеров и это еще у нас только вариант стандарт а есть еще excel но представляет из себя вот такую вот конструкцию нехитрую которая сделана из 50 миллиметровой пены и обито капроном что у нас здесь еще есть интересного у нас есть две ручки которые в принципе удобны для того чтобы например после того как вы рыбу взвесили идете отпускать вы берете просто мат к воде и очень удобно отпускать что у нас есть еще есть вот такая вот накидочка на липучках и чего она сделана ну в первую очередь для того чтобы когда вы поймали рыбу отошли на какое-то время от мата она там себя чувствовал спокойно не выпрыгнула за края ну во вторую очередь для того что в принципе рыба любит темноту и когда на нее не падает прямой солнечный свет она себя чувствует более спокойно и не будет лишний раз прыгать в мате так борта очень классно что мы имеем борта по всей окружности мата это очень важно краевые борта очень прочные и рыба здесь не может перепрыгнуть и передние борта тоже имеет мягкую ткань но в силу того что здесь есть натяжение они тоже очень прочно крепится снизу этого мата мы видим вот такую вот сеточку она сделана для того что в тот момент когда вы поливаете рыбу а это нужно обязательно делать не забывайте это то вода не скапливается внизу в самом мате она уходит в землю через эти сеточки еще чем хороший тот мат тем что он плавающий то есть после того как вы поймали рыбу мы сами так делаем часто когда на обычных рыбалках прямо с матом заходите в воду ставите его на воду он плавает и вы делаете фотографии красивые после чего спокойно можете отпустить рыбу прямо с мата сохнет этот мат очень быстро как мы делаем мы отдельно вытаскиваем дно ставим его сушиться и отдельно ставим вот так вот саму конструкцию каркас вот высыхают они достаточно быстро это очень быстро сохнущий капрон сеточка тоже сохнет быстро но еще преимущество с том что по сравнению с другими матами которые мы пользуемся он не имеет резких запахов и не впитывает себя в тот самый рыбный неприятный запах после который после хранения бывает часто нам бьет в нос собирается этот мат также очень быстро после того как вы просушили вы делаете такое движение восьмеркой после чего у вас образуется вот такой кругляш дальше собираем дно и вот в этот кармашек удобно очень помечаем сам кругляш все очень просто и быстро еще что очень удобно в принципе и по стране с другими матами нас очень обрадовало то что чехол который идет в комплекте очень просто одевается он сделан с запасом и когда вы его одеваете у вас нет каких-то сложности с тем что нужно где-то запихнуть края не лезут и так далее все действительно очень быстро и надежно это тоже очень на самом деле такой тонкий но очень важный момент что вы не тратите лишнее время на вот эту упаковку все пакуем ручку цепляем и фокс изи мат собран теперь большой мат давайте на него посмотрим какие у него размеры он имеется те же самые характеристики что и версия стандарт но это единственное он идет в цвете обычным зеленым но как мы уже говорили этот мат можно купить также и в расцветке кама здесь также идет днище также он очень просто собирается ну вот здесь вы сами видите уже что этот мат обладает еще более внушительными размерами длина этого мата составляет у нас уже один метр двадцать сантиметров это чуть больше чем версия стандарт что еще здесь интересного борта здесь уже выше а ну и сама площадь объем внутри мата она тоже больше еще одно преимущество а их так много у нас этот мат позволяет делать очень красивые фотографии в отличие от мата на ножках он находится внизу и когда вы на с рыбой то вам не нужно в принципе высоко поднимать мат у вас не попадает в кадр но при этом рыба находится над матом бывают еще такие интересные ситуации часто мы рыбачим на понтонах размер которых составляет 6 на 6 метров что примечательно в этом мать мы в целях экономии места мы просто кидаем его на воду привязываем веревочки он там плавает когда мы ловим рыбу мы его достаем оттуда фотографируемся отпускаем рыбу и обратно убираем этим самым очень экономится место вот такой классный мат который мы сами пользуемся которым мы очень довольны стоит добавить что этот мат 2014 году получил очень много премий от различных английских изданий теперь вопрос какой же мат приобрести наши рекомендации на этот счет если вы ездите на рыбалке где вам нужна компактность когда у вас мало места в машине и вы ловите рыбу в принципе там размером до 10 килограмм весом то вам будет достаточно мата версии стандарт но если у вас машине очень много места если вы ловите трофеев от 10 до 20 килограмм и выше то мы бы вам рекомендовали настоятельно приобрести сразу большой мат с ним вы закроете все вопросы данные маты вы можете приобрести в магазине карпшоп точка ру это была команда карпу дэй наш практичный обзор всем привет а а Субтитры сделал DimaTorzok